Доброе утро, уважаемые трейдеры! Если у нас такой интересный новостной фон, поскольку экономический календарь явно не изобиловал отчетами, то сегодня уже ситуация в корне меняется, потому что у нас буквально через несколько часов целый блок статистики по британскому рынку труда, где мы как минимум рассчитываем на резкий всплеск волатильности. Другой стороны, для британской валюты эта волатильность уже давно стала, скажем, неотъемлемой частью даже дневной динамики. И также сегодня уже поздним вечером в 22.00 в московском времени мы ждем протоколы последнего заседания американского регулятора, где, безусловно, для нас будет представлять большой интерес риторика представителей ФРС относительно того, что произойдет с процентными ставками на будущее. Ну, здесь тоже можно сделать римашку. Я думаю, что мы все прекрасно знаем, какими ставками сможет похвастаться американская экономика под конец 2018 года. Ну, можем немного ошибаться, но в целом нас ожидает тренд еще из двух-трех повышений ставки. И с учетом последней статистики это фактически можно характеризовать с вероятностью 100%. Потому что такие изменения, они напрашиваются сами собой. И американская экономика продолжает удерживать с собой статус одного из самых быстро растущих рынков среди развитых стран. И судя по реализации тех законодательных инициатив Трампа от налоговой реформы и послабления для корпоративного сектора тоже от налогового характера до увеличения бюджетных расходов, Я думаю, что американская экономика сможет, скажем, и дальше дышать в полной груди, что, в конечном счете, будет приводить к еще большему экономическому расширению. Кстати, сегодня мы поговорим как раз и про проблематику бюджетных расходов. Большое спасибо тем, кто проявляет активность на нашем канале на YouTube. Как и обещал, друзья, ваши вопросы не остаются без внимания. И мне вдвойне приятно их разбирать, потому что я получаю какую-то обратную связь, апдейт и понимаю, что есть моменты, фундаментальные моменты, которые интересуют. Поэтому попробуем их разобрать. Также вопрос касался еще и перспектив британской валюты на фоне отчета по американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, CFTC. Кстати, друзья, я хочу отметить то, что, в принципе, эти отчеты в лаконичной форме мы также выкладываем в личном кабинете, они вам доступны. Это отчет Commitments of Trades. Надеюсь, что многие из вас им пользуются, потому что рыночные настроения на финансовых площадках имеют очень большое значение. Ну да, неопределяющие. Но на них также стоит полагаться при принятии инвестиционных решений и рассмотрении каких-либо перспективных сделок. То есть вместе с оценкой личных настроений, оценкой фундамента и технического фона можно рассчитывать на очень неплохие сделки. Я предлагаю, друзья, сегодня остановиться все-таки на тех отчетах, которые, как я уже отметил, являются центровыми в рамках дня. И в связи с этим более детально и подробнее поговорить про доллары и британскую валюту. А про прочие инструменты пока что лишь коснемся авскольз, поскольку они сегодня нас уже интересуют меньше, чтобы, в принципе, даже не тратить вашего времени. Но традиционно, начнем давайте с нефтянки, потому что нефть у нас всегда в центре внимания. На нефти завязано очень много инвестиционных идей. Нефть влияет на капитализацию фондовых рынков. Нефть влияет на, отчасти даже, на то, что происходит с долларом. И особенно нефть влияет на те валютные инструменты, активы, которые относятся к категории сырьевых. Для нас наибольший интерес к представляет как раз и рубль, и канадский доллар. Но в ситуации с рублем, конечно же, есть еще смельчающее обстоятельство сейчас. Для него это скорые президентские выборы. Традиционный такой политический аспект, который на определенный, как правило, короткий промежуток времени позволяет закрыть глаза на прочие фундаментальные составляющие. И мы сейчас видим то, что котировки нефти продолжают испытывать давление. Я уверен, что вот это ралли-бельвежье будет только усиливаться, нагнетаться, раскручиваться дальше. Рубль пока чувствует себя довольно стойко. 56-57, хотя даже с учетом текущей котировки, кстати, по бренду у нас 64-51, могли бы по рублю также находиться уже гораздо выше. Но еще не вечером, друзья, нужно потерпеть, когда минуют политический фактор, вот тогда на рынке снова будут вам преобладать логические тенденции, и рублю все-таки не отделаться от давления и прессинга дешевой нефти. Поэтому я крайне настоятельно советую вам сейчас воздерживаться от покупок российской валюты, то есть рекомендую воздерживаться от ставок на укрепление рубля. Но надеюсь, то, что обсуждать, в связи с чем, такие рекомендации сейчас не имеет смысла. Вы наверняка знаете об истинных движущих силах для российской валюты, ну и умеете работать с тем фундаментом, который складывается, особенно в контекстах и реалий российской цирьевой экономики. По нефтянке. Нефть топчется, скажем, рядом с поддержкой 65. Это хорошо, что мы больше не растем. Рынок явно сейчас нуждается в дополнительном триггере, и я уверен, что этот триггер будет способствовать развитию нисходящей динамики. Мы в ходе вчерашней торговой сессии с вами делали снова акцент на отчеты администрации и начинской информации. Я повторяю то, что мы сейчас уже на пороге планки по совокупному производству США 10,3 миллиона. План управления энергетической информацией нарастить добычу до 10,6 в ближайшие месяцы. Эти планы более чем реализуемы уже с учетом тех показателей по росту числа терминалов, тех показателей, которые мы видим по активности сланцевых производителей. Ну и, конечно же, вероятность это подстегивается еще и тем фактом, что американские сланцевые производители продолжают развивать весьма амбициозные идеи того, что производство нефти будет только увеличиваться, что суть действий Натальческого пакта позволяет им проявлять подобную активность. Вчера мы с вами обозначили риск, который может быть проявлен на рынке черного золота в ближайшее время. Это риск того, что страны ОПЕК трухнут, скажем так, настолько, что начнут постепенно выходить из энергетического пакта. Ну да, возможно, до прямых заявлений дело не дойдет. Но мы с вами анализируем статистику, друзья, поэтому спустя месяц-два, скорее всего, нам уже не придется говорить о 100% исполнении обязательств по снижению добычи. И думаю, что на передовой, скажем, несоответствие обещаний тем действиям, которые предпринимаются, будет находиться Саулская Аравия, которая еще на прошлой неделе весьма высокопарно заявляла о том, что данный регион, да и в целом ОПЕК, будет соблюдать обязательства вплоть до окончания 2018 года, как и было установлено конкретными оговоренными сроками. Последние комментарии, скажем, генерального секретаря ОПЕК Баркинда гласят то, что очень важная, скажем, встреча с американскими сланцевыми производителями может произойти уже в марте. Правда, это, скажем, то мероприятие, которое запланировано. Это не внезапная встреча, которая является каким-то новостным фас-мажором, нет. Но то, что генеральный секретарь ОПЕК давно лично не отходил, может быть, даже какая-то кулуарная встреча будет, мы лишь сможем ознакомиться с итогами, но это уже, на мой взгляд, первые тревожные звоночки, сигналы того, что ОПЕК начинает паниковать. И понимают то, что если сейчас не убедить американских производителей в том, что все должны быть максимально сейчас солидарны в общих решениях и действиях, для того, чтобы удерживать цены на высоких значениях, ну, вряд ли ОПЕК сможет убедить в этом американских производителей, потому что те сейчас чувствуют себя явно на коне, и вряд ли вообще что-то может случиться в ближайшие месяцы, чтобы ситуация в корне изменилась для них. Поэтому я, друзья, как раньше, продолжаю делать активную ставку на то, что рост производства нефти в США будет продолжен. Мы с вами ждем следующие отчеты, это от Американского института нефти и от Американского института нефти, поскольку в понедельник в США был праздничный день президента, традиционно публикация отчетов правительственных смещается на сутки. Поэтому у нас вместо вторника отчета от Американского института нефти сегодня официальные данные от Абминистации мы будем разбирать с вами не в среду, как привыкли, а в четверг. Поэтому ждем снова подтверждения статистического увеличения нефти добычи и ждем, друзья, что касание планки, возможно, в 10.3, а может быть еще больше, станет дополнительным искомым катализатором для того, чтобы котировки уверенно уже закрепились ниже 65 и начали развивать дальнейшую недвижимость ралли в район нашей среднесрочной цели-поддержки. Это 60 долларов за баррель. Надеюсь, друзья, что вы присоединились вовремя к этой сделке и верите, так же, как и я, в то, что текущий новостной фонд способствует только одному движению для оцен на нефть. И это, конечно же, движение вниз. Доллар японская иена. Безусловно, здесь стоит констатировать то, что доллар восстанавливается. Это хорошо. Большое спасибо тем крупным капиталам, которые толкают сейчас рынок порости, в частности, доллар. Большое спасибо, друзья, тем из вас, кто верил в разворот американской валюты против иены. Ну и, безусловно, большое спасибо своему доллару, который, возможно, поверил в собственные силы и в то, что может находиться гораздо выше текущих значений. Кстати, котировки по доллару и японской иене сейчас находятся на отметке 107.80, но, может быть, чуть ниже. Сейчас волатильность на азиатской сессии еще преобладает довольно на высоких значениях, поэтому эпизод хода может быть шире, чем обычно. Мы в ходе минувшей торговой сессии уверенно преодолели сопротивление 107, развиваем сейчас еще больше рост и хорошо то, что доллар начинает поглядывать на поведение американских облигаций. До этого мы лишь разводили руками и не понимали, что происходит. Это была парадоксальная динамика, когда доходности американских казначейских облигаций, мы ориентируемся на, наверное, один из основных индикативов для доброта, 10-летней бумаги, бьют многолетние рекорды, при этом доллар явно отстает и отстает довольно существенно. Сейчас корреляция более-менее восстанавливается. Хотя, с учетом текущих показателей по трежерис, напоминаю, что мы имеем дело сейчас с доходностью почти в 2,9 процента. Американец мог бы стоить гораздо выше даже 110 иен за, соответственно, один доллар. Но, опять же, еще не вечер, может быть, мы полномерно доберемся и до этого сопротивления и сможем закрепиться выше. Почему доллар активно продавали? Сейчас уже за одним числом много версий того, что происходило. Это и кто-то вспоминает комментарий Стивена Блучина, вы помните, о том, что для национальной экономики куда выгоднее работать с более дешевой валютой. Ну, может быть, это действительно так, но у нас тогда же в ходе его выступления на конференции было своего рода и опровержение уже в лице Дональда Трампа, который парировал такие комментарии тем, что сильная экономика нуждается в такой же сильной валюте. Есть еще одно опасение – это рост бюджетных расходов. Да, это действительно так, потому что нужно смириться с логичным следствием тех реформ, которые реализовались для американской экономики. Это увеличение бюджетных расходов на инфраструктуру и сокращение налогов. То есть в первом случае мы видим, как, в принципе, увеличиваются бюджетные расходы, при этом можно было надеяться на поступление налогов, но параллельно еще и сокращаются налоги. Конечно же, сейчас скептики строят совершенно разные, даже страшные, печальные, катастрофические прогнозы по разрастанию дефицита бюджета, то, что может превысить даже 1,3-1,4 триллиона. И, разумеется, на фоне таких показателей становится страшно за то, что будет с американской экономикой. Но я, друзья, все-таки считаю, что мы не должны поддерживать негативные тенденции, потому что не нужно забывать, что американская экономика, пожалуй, это та экономика, которая прекрасно подпадает под классические экономические теории. По сути, все экономические теории, которые мы знаем, прекрасно подтверждаются о ситуации, развивающейся в ключевой азии экономики мира в Соединенных Штатах Америки. И если мы все-таки возьмем за основу будущих прогнозов по экономическому росту то, что были реализованы эти реформы по увеличению бюджетных расходов, по сокращению налогов, вы должны понимать, что это инициатива, которая была взята не на пустом месте, скажем так, с фонаря. Это инициатива, которая имеет определенную цель. Сокращение налогов, да и в целом, можно сказать, увеличение бюджетных расходов на инфраструктуру, это два основных столпа, на которых Трамп лично, администрация Трампа пытается создать условия для мощного экономического расширения. И даже для удвоения показателей ООП. И говоря более конкретно, я считаю то, что эти ожидания обратны, потому что при сокращении тех же самых налогов, конечно же, у корпоративного сектора будет больше ликвидности. Я об этом также уже говорил. Если будет больше средств, будет больше резервов, будет больше вот этой емкости ликвидной, денежной, которая, скорее всего, будет тратиться на расширение производства, ну пусть и не в полном формате. Рост производства – это создание дополнительных новых рабочих мест и в итоге через более высокие показатели активности потребителей, через сокращение безработных, прекрасный фундамент для роста экономики, потому что потребители, они как раз и остаются основной веющей силой для экономики США. Если расчет все-таки будет подтвержден, мы, к сожалению, сможем говорить уже по факту не скоро, я думаю, что не раньше, даже 19-го, а может быть и позже годов. Но в целом для американской экономики я практически не сомневаюсь то, что это выигрышные реформы, которые в конце концов приведут к совершенно другим показателям ВВП. И на фоне новых показателей ВВП, которые вырастут, увеличение дефицита бюджета будет уже выглядеть не так, катастрофически. И американская экономика в любом случае будет за счет этого роста получать дополнительно средства и доходов, чтобы покрывать обязательства по обслуживанию вот этого растущего дефицита бюджета. Поэтому, отвечая на вопрос, опять же, снова большое спасибо за то, что заинтересовались этой темой. Сейчас не нужно видеть негатив в бюджетных расходах. Я считаю, что даже будучи долгосрочными фундаменталистами у нас есть более приближенный фундамент, с которым мы должны работать. Это более приближенный фундамент в виде процентных ставок. И сегодня у нас протоколы, которые могут приблизить нас к мартовскому заседанию ФРС и еще больше убедить в том, что ставки действительно будут повышаться. Вероятность продолжает расти того, что ФРС будет действовать в марте. Я уверен, что ставку поднимут. Если сегодня риторика представителей ФРС действительно будет такой жесткой, на которую мы привыкли рассчитывать, то мы увидим еще больше рост доходности тренжерс. Кто знает, удастся перевалить даже за планку в 3%. И на фоне такого роста доходности у американца, если не произойдет что-то форс-мажорное, появится хорошая возможность, чтобы завершить день как можно ближе к отметке 110 иен против доллара. Но на такой длинный сценарий я не рассчитываю. Европейская валюта против доллара. Вчера, как вы знаете, в блок статистики по экономическим ожиданиям и бизнес-оптимизму ЗЮ, я не перестаю удивляться, насколько разнятся отсчеты того же самого промышленного сектора по еврозоне. И склонен даже уже полагаю, друзья, то, что эта статистика вообще не имеет никакого влияния значения на ЕП. Потому что, с одной стороны, у нас растут индексы активности производственного сектора Германии, еврозоны. С другой стороны, мы видим, как и промпроизводство увеличивается за счет роста экспорта. Мы видим, как это сказывается на настроениях потребителей, создает условия для роста экономики. При этом получаем тут же абсолютно противоположные и разнящие с этим, скажем, блоком новостей данные о не самых высоких показателях оптимизма самих бизнесменов. Собственно, индекс настроений ЗЮ 17,8 и 24. У нас снижение и оценки текущих экономических условий. Также спад с 95% и 1% до 92,3%. Снова повторяюсь, на статистику не нужно обращать внимания. Для еврозоны сейчас только один, точнее для евро один инструмент рынка глобального, который оказывает ее самое большое влияние. Это то, что происходит с долларом. Если мы рассчитываем сегодня и не только сегодня, а дальше видеть более дорогую валюту, я думаю, что у нас нет ни единого повода отказываться от коротких позиций по евро. Фонд против американца сегодня, безусловно, в центре внимания. Кстати, буквально через несколько минут, 10 часов по московскому времени уже, в 12.30 в Москве будет опубликован блок статистики по рынку труда. Особое внимание, как и рекомендовалось, нужно будет уделить динамике прироста заработных плат. В том случае, если показатель останется на прежнем значении, вероятность этого высока. В 2,5% тут же сравним с последними данными по инфляции, 3%. И придем к выводу о том, что Банк Англии практически обязан сейчас что-то сделать с монетарной политикой. И участники рынка все больше и больше закладываются под вот эти возможные изменения, потому что понимают, что они находятся в прямой зависимости от показателей инфляции и от того, насколько результативной будет Тереза Мэй в переговорах и в создании, скажем, условий, при которых Европейский Союз пошел бы навстречу Англии по соглашению о переходном прензисе. В тот момент, когда, собственно, Англия покинет состав Европейского Союза. Тоже новости разные, друзья. Не хочу сейчас обнадеживать никого и также не хочу портить настроение тем, кто ссылается и ждет какого-то прогресса или чего-то интересного от Брекзита. Никакой конкретики. Кто-то говорит, что переговоры снова зашли в тупик, кто-то ждет очень важных и мощных, перспективных, влиятельных для курса фунта и, в принципе, для всего процесса переговоров по Брекзиту новостей. Я отношусь к категории оптимистов, но сейчас больше заряжен увидеть дорогого британца, не рассчитывая на какой-то позитив по Брекзиту, а отталкиваясь и оперируя как раз текущей статистикой. Напоминаю, друзья, то, что в случае, если сегодня данные по рынку труда разочаруют, значит Банк Англии фактически будет, можно так сказать, вынужден дать понять рынку, что повышение ставки в ближайшие месяцы – это уже также принятое решение. Мы сейчас с вами ориентируемся на майское заседание. На текущий момент, вероятно, чуть больше 60%. Если сегодня динамика заработных плат останется в районе 2,5%, либо, если еще лучше, опять же, окажется ниже, но лучше для покупателей британцев, потому что в случае, если прирост заработных плат окажется ниже 2,5%, расхождение между ростом доходов домохозяйств и текущим показателем инфляции станет еще более существенным и серьезным. В то же время, друзья, я хочу признать тот факт, что британец, возможно, сейчас вообще один из самых интересных инструментов по насыщенности фундаментальных событий. Мне хотелось бы поддержать вас, если вы продаете фунта, потому что я признаю тот факт, что стоит только на рынок уйти к какому-то негативному фону по Брэкзиту, как перспективы роста процентных ставок будут убраны на второй план, когда британец очень сильно просядет. Но все-таки мы не знаем сейчас, когда придут эти конкретные новости, мы лишь можем гадать и подстраиваться под график переговоров по Брэкзиту. И сейчас, как вы знаете, нет в ближайшие дни какой-то даты, на которые мы могли бы ориентироваться. Мы в режиме ожиданий. А вот что касается статистики, то здесь я все-таки склонен уже придерживаться сценария в пользу роста британца, как я и говорил. И в связи с этим сегодня делаю, собственно, как и уже много недель, ставку только на рост британской валюты. Потому что мы с каждым днем, с каждым плохим отчетом, который характеризует активность потребителей, все ближе и ближе к решению по росту процентных ставок. И в ходе прошедшего суперчетверга, последнего заседания Банк Англии, сам британский регулятор дал нам понять, что будет действовать более проактивно, поскольку текущие условия, которые сложились в рамках английской экономики, требуют такой проактивной позиции, требуют более жесткого режима монетарной политики и более высоких процентных ставок. Вот поэтому могу ошибаться, но сегодня делаю ставку на рост фунта. И, как уже было отмечено, ориентир находится довольно высоко. Это отметка 1,46-1,47. Доллар-канадец тоже нас радует, потому что мы видим, как пара растет. Котировки 1,2655. Ждем ее поближе к уровню 1,30. Восстановительное движение тоже неплохое, оно связано с рядом фактором. Это ростом доллара, с плохой статистикой, с отсутствием новостей положительных по переговорческому процессу, касающемуся североамериканского торгового альянса нафта. Плюс ко всему, канадский регулятор вот ни с того, ни с сего начал акцентировать внимание на проблемы, которые имеют место быть на рынке труда и на рынке жилья, то есть на рынке недвижимости. Здесь мне тоже приходится развести руками и задать вопрос канадскому регулятору, о чем вы раньше думали, когда повышали процентные ставки. То есть раньше почему-то и Стивен Поллс, собственно, и Каролина Вилкинс, которые, собственно, являются лидерами канадского регулятора, верили, что потребитель смог адаптироваться к новым процентным ставкам, но выходит, по последним отчетам, не удается адаптироваться. И очень большим проблемой сейчас для канадской экономики является перенасыщение на внутреннем рынке углеводородами и нефтью. Нефтью, как вы знаете, имеет такое же важное значение для Канады, как и для российской экономики. Почему перенасыщение? Потому что один из основных покупателей нефтянки в Канаде были Соединенные Штаты Америки. Сейчас Канада вынуждена пойти на беспрецедентные скидки, там до 50% они доходят на отгружаемый нефт, но все равно Штаты уже в меньшей степени потребляют сырье и зарубежа, потому что текущие уровни добычи, текущие показатели исландского активности позволяют им охватывать, собственно, все потребности за счет такого же внутреннего производства. Для Канады рисков, друзья, все больше и больше, мы должны это иметь в виду, торгуя данной валютной парой, и безусловно ориентироваться на то, что сейчас, как никогда, на рынке созданы прекрасные условия, чтобы по-прежнему торговать через длинную позицию по байт-доллару канадец. По важным событиям сегодня в 12.30 ждем блок статистики по Англии, по рынку труда, и замыкать день будем протоколами последнего заседания американского регулятора, где, безусловно, делается большая ставка на рост американского доллара. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо, кто присутствовал в прямом эфире, огромное спасибо за вопросы, не стесняйтесь, можете задавать их основу, спрашивайте все, что вас интересует по площадкам, по рынкам, по инструментам, которые, может быть, я обхожу иногда стороной, но готов вернуться к ним, если они поставят для вас интерес. Не забывайте, что весь этот контент делается только для вас, друзья, поэтому, пожалуйста, помогите мне сделать еще его более интересным. Это возможно только тогда, когда я буду давать ту информацию, которая важна и интересна для вас. На этом все. Хорошей торговой сессии, удачного дня, но, как и всегда, в расчете на такую мощную волатильность контролируйте риски. Это очень важно. Всего доброго. До свидания.